Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение. Если вы посмотрите на основу человеческой жизни, то такой основой является союз мужчины и женщины. Всевышний Аллах сотворил мужские хромосомы и женские хромосомы. Из мужских хромосом Всевышний сотворил супруг для нас, мы связаны друг с другом. Вот почему говорится, она моя вторая половинка, это естественным образом заложено в нас. Всевышний определил то, как мы соответствуем друг другу. И это имеется в виду в аяте «Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение». Сакина – спокойствие, успокоение – то самое умиротворение, к которому стремится каждый человек. Некоторые толкователи Корана, и среди них Ибн Аббас, считают, что сакина такого рода, то есть такое успокоение, мужчина может обрести только в своей жене. То есть мужчина нуждается в супруге для обретения этого спокойствия. В арабском языке слово «дом» – семья, звучит как «маскан», то есть «обитель спокойствия». Саканат – это обездвиженность. Как, к примеру, в намазе мы говорим, все его части тела замерли. Говорится о пророке Алейиссалату Ассалям, что когда он произносил такбир, все части его тела были зафиксированы, то есть он очень собрано совершил намаз. Итак, сакина – это собранность, целостность, спокойствие. И душа, окутанная тревогой, стремится в этом мире обрести спокойствие, то есть сакина. Всевышний дарует это спокойствие в браке. И весь мир, все люди находятся в поиске этого спокойствия. Каждый желает обрести успокоение. Вы только подумайте, что происходит с теми, кого Всевышний сделал обитателями рая. Они входят в рай и от эмоций находят в себе силы произнести лишь одно слово – Салям. Это первые их шаги по раю. И они сразу обретают этот мир, этот покой. То есть сразу при вхождении в рай его обитатели вдруг обретают это спокойствие. Оно моментально нисходит на них. И это, о чем они мечтали всю свою земную жизнь. Вот почему от наплыва чувства они только и делают, что произносят слово Салям снова и снова. Это все, что они могут сказать. У них нет слов, кроме Салям. А это является также именем Всевышнего. А все, что касается Всевышнего, содержит в себе целостность. И покой – это целостность. Находясь в этом мире, вы понимаете, что здесь существует разделение. И лишь когда мужчина сочетается союзом с женщиной, достигается целостность. Так в семье наступает сакина. Сначала на физическом уровне, а потом и на духовном. В каждом человеке заложено это сильное желание обрести целостность. Это происходит из-за того, что мы были разделены друг от друга. Когда рождается новая семья, у супруга возникает ощущение, словно им был показан кусочек рая. Как об этом говорит Мамал-Газели, супругам дарован вкус рая. Это все из-за того, что в семье достигается та целостность, которую человек искал всю жизнь. Конечно, это идеальный сценарий. О такой семье мечтает каждый человек. Но и проблема – это важная часть нашей жизни. Ни один из нас не был задуман, как человек, не совершающий ошибки. Мусульманам надо перестать терзать себя попытками достичь совершенства. Потому что в этой жизни Всевышний не даст этому случиться. Пока мы здесь, в этом мире, проблемы будут существовать. Такова природа этого мира. Он не изменится. Он был таким и останется таковым. И вопрос лишь в том, как реагировать на эти проблемы. Вот настоящая задача. Задача не в том, чтобы избежать их или ждать, когда проблема закончится. Земные тяготы никогда не закончатся. Ты справишься с одним, а на очереди уже другое испытание. Это естественно для этой земной жизни. Но этот мир также не был задуман, как мучение. Порой мы сами усложняем себе жизнь, гонимся за ненужными вещами. Это уже относится к природе человека. Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение. И установил между вами любовь и милосердие. Всевышний упомянул здесь два термина. Любовь и милосердие. Ведь Всевышний мог упомянуть лишь один из них. Либо любовь, либо милосердие. Но это не одно и то же. Один из комментаторов высказал такую точку зрения. Любовь содержит в себе элемент эгоизма. Человек что-то получает для себя из отношений со своей супругой. А милосердие – это то, что ты сам вносишь в свои отношения с женой. То есть в любви человек что-то берет для себя, а в милосердии он отдает что-то от себя. Потому что иначе, если нет милосердия, а есть только получение чего-то для себя, тогда такие отношения становятся наказанием. Как правило, любовь и милосердие, которые связывают супругов, никогда не проявляются столь ярко между другими людьми. Воистине, во всем этом знамения для людей, которые задумываются над знамениями Аллаха, и последовательно размышляют над происходящим вокруг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok